вышла замуж повезло это шо я в лото забава играла повезло или не повезло нет мы познакомились полюбили друг друга и поженились вот так люди вообще-то сходятся что значит повезло привет кирсила написать длинные комментарии если которые люди не понимают словами то какими-то знаками орфографическими при словами и комую таро и запятой тем более не по не будет понятно я даже не думала что она у вас сподвигнет на такие большие комментарии если вы не видели ролик о котором я собственно веду разговор то обязательно переходите в шапки господи боже в шапки профиля это уже instagram если вы еще не там я вас там жду я там тоже очень часто появлялись поэтому в инстаграме блесточка 88 там мы с вами можем вести живое общение внизу в описании этого ролика будет ролик собственно которому снимаю я сегодняшний ролик я даже прибарахлилась накинула на майку пиджак сережки бриллиантовые одела бриллиантовые на секундочку а мы один из первых комментариев 10-15 минут и объясняешь людям почему ты не ходишь на работу и все равно ни до кого не доходит ладно дубль 2 лично должна работать потому что потому что после 40 лет мужчины расцветают женщины угасают во первых некоторые женщины в 20 лет уже так потухли что мама не горюй 40 ждать не надо во-вторых если мужчина расцвел в 40 лет слава богу значит его жена уже до такой степени замахала что после 40 лет он уже хочет чуть-чуть оторваться я не могу заглядывать наперед и говорить как моя жизнь сложится в 40 лет но это никому не дано не суждено тут и бабки не ходить думать честно говоря я не хочу я знаю одно я уважаю себя я знаю одно я не запускаю себя я такая какая есть держать мужчину за сраку это я вообще образно говорю замечание ставлю образно я не понимаю страха женщин от того что мужчина уйдет если человек уходит от вас как говорят перехресты на чьи матю туда понимаете потом мне не нравится трак трактировка такого понятия мужчина такое существо во-первых если бы у меня был сын я бы не хотела бы чтобы его жена или его девушка считала его существом он равноправный такой же человек как и ты то есть женщина это человек и мужчина это человек не люблю существо женщины такие существа склонны к переменам мужчины такие существа люди добрые какие существа если человек идет это будет или женщина с тисками или мужик с яйцами если это идиот тут немопола женский или мужской если человек не хочет работать это без разницы мужик это или баба то есть ну даже захожу на кухню говорю мужчины такие существа что после 40 лет они расцветают а женщины угасают лекции ты такой да у бойся бойся понимаете как смешно это звучит я даже специально сейчас не буду использовать слова трактировать супруг муж а буду говорить просто олег чтобы вы адекватно оценивали ситуацию я не вышла замуж за шейха я не вышла замуж за старого мужика я вышла замуж за своего ровесника мой олег старше меня на три года это если кто-то еще не знает три года у нас разница мы женились не lamborghini не ferrari не квартиры не вот всего все понимаете комментарии завидуют я не знаю чему завидовать но есть уже мне завидовать я вас конечно спасибо скажу может мне в чем-то и можно завидовать но честно завидовать лучше надо ким кардашьян ты каким-то царям там в англии да кто там королева англии кто не не знаю я не сильно в евро родились ложкой во рту я вам так скажу нема разницы лично мое мнение мы с олегом уже живем семь лет сколько вы живете во всех семьях есть свои нюансы свои там руганье свои недочеты пересчеты и все тому подобное но если вашей семье нету взаимопонимания уважения вот что самое главное уважение если вас мужик не уважает априори у нас никогда в жизни будет уважать хоть вы на 20 работ пойдите ну типа ну должно быть вот есть самых два сильных слова во вселенной это так типа души умные люди говорят любовь и благодарность вот любовь она вроде как всегда должна быть но иногда она где-то уходит а вот благодарность это то что должно оставаться постоянно то есть сделать что хорошее кому-то тебе нужно быть благодарны запомните эти два слова любовь и благодарность если в вашей семье не присутствует ни одно и вы не благодарны совсем не за другое но туда я уже не знаю что вам сказать если женщина не состоялась мужик уйдет баба останется без денег если ты вышла замуж тебя не приписали твоего ребенка не написали на себя если вы живете на его родительские деньги если вы живете в его родителей квартире то скорее всего вам надо об этом переживать бы вы и уйдете в голые полы а если вы купили в законном браке квартиру я не знаю но я так не люблю вот эти все меркантильные вещи говорить хотя но это жизнь понимаете женщина должна зарабатывать женщина всегда найдет когда зарабатывать ну с высшим образованием без высшего образования но без разницы найдете где зарабатывать опять же скажу если мужчины там после 40 до они смотрящие мужчины как они выглядят после 40 я же говорю есть женщины которые засираются еще после первого ребенка что на ней уже страшно глянуты и никогда не вот честно лично моего такое противное но это субъективное мнение я сама после родов очень много набрала веса первое делать почему я хотела быстрее его сбросить и вернуться в форму это было чисто для себя вот вот правда чтобы чувствовать ту легкость которая у меня была это не было для тоже позже тех меня разлюбит что я там типа поправилась и тому подобное ну если папа сама себя не любит у какой мужики и и будет любить женщина должна быть гордая она должна уважать себя ценить себя я не говорю что ты должна быть такая весь мир должен вокруг тебя остановиться нет и должна быть человечная должна относиться к человеку своему партнеру своему мужу там брат или как ты хочешь к тебе относились то первое женщины которые родили ребенка если у них нету помощи если у них нервы если они гоняют они априори все худеют есть лентяйки которые я не буду мыть посуду я не буду убирать потому что у меня спит ребенок я устала эти вес набирается набирается это говорю сейчас потому что я перенесла операцию на сердце я знаю что такое лень вот из-за этой лени из-за того что он мне надо больше полежать вот эти килограммы откладываются когда ты себя не жалеешь ты знаешь тебе надо сделать то тебе надо три раза или два раза в день обязательно порядке погулять с ребенком эти килограммы уходит сами по себе ты что не знаешь что тебе надо корни на голове покрасить ты что не знаешь тебе надо брови поскубить ты что не знаешь тебе надо под мышками побриться то есть если ты это в 25 лет не знаешь то и в 40 лет то понятно что ты об этом забудешься давным-давно поэтому суждение что женщины после 40 стают господи боже на что похожи я в это абсолютно не верю и против этого дальше один был комментарий по поводу того что я сказала это вы ничего не делаете типа если вы смотрите этот ролик это касалось во первых еще раз повторюсь тех кто оставил дизлайки скорее всего и те кто типа ну как бы ну не любят меня но смотрят какого-то интересного фига знаете я не люблю ее я ее дико ненавижу но я почему-то постоянно ее смотрю вот это касалось и обижать никого не хотела но если у вас такая тонкая душевная натура но я не знаю но я не знаю как иначе объяснять понравился комментарий сказали хотела бы я чтоб я так не состоялась как ты ты бы не хотела чтобы твой олег постоянно находился дома рядом а то его постоянно нету типа короче посмотрите на мое выражение лица ну с чего вы взялись его постоянно нет ну с чего ну вот выше живете со мной в квартире он у меня не космонавт и не моряк дальнего плавания к сожалению моряки хорошо зарабатывают очень хорошо он если выезжает то я даже не буду говорить сколько раз это он не светится на видео мои потому что он не хочет но не хочет он светится он не хочет сидеть рассказывать что-то ты этим занимаешься отлично твоем тебе занимайся не выносить ничего не говорить ничего лишнего я уважаю человека с которым я живу своего супруга олега моего если вам так легче будет но не хочет он значит не буду есть такие знаете что только сегодня поссорилась а уже уже вам рассказываешь я поссорилась со своим мужем агунгом но такое а вот завтра уже опять с ним помирилась и все просто вахеревают и я в том числе люблю таких людей смотреть то ли то что его так поскудила вчера а сегодня уже опять с ним помирилась да у нас опять любовь ну такое я не понимаю зачем вафлить человека с которым ты живешь а потом оправдывать его репутацию ну типа это вообще меня не касается это я так образно говорю мой олег работает сам на себя ему не надо перед кем-то отчитывается он может остаться дома когда он хочет остаться дома к сожалению мы еще не переступили ту границу когда ему не надо работать вообще и мне не надо работать и мы сидим такие двое на мальдивах где-то на доминикане где-то там летаем на самолете по французских полях еще до этого мы конечно не доросли но мы с ним улыбаемся смеемся я говорю ничего злату отправим учиться в институт а сами будем на старости лет с тобой путешествовать понимать говорю надо трошки олежка повьёбывать зараз чтобы потом мы с тобой сидели пили розы где-то под эйфелевой башней вот ну тоже я не показываю мужа это не знаю что он вообще нету сколько у нас там пол восьмого вот сейчас где-то на подходе вчера в 6 сегодня ребенка в школу возил ну мы видимся постоянно ну такой абсурд девчонки жизнь мечтала чтобы мой мужик мужчина мой понимаете и день не работал сидел под смотрел на меня вот приехала мечта любой женщины знаете чтобы он никуда не девался то посидела на тебя смотря каждого человека должно быть свое пространство люди априори должны расходиться хотя бы на время для того чтобы отдохнуть отдохнуть от друг друга находиться 24 на 7 1 с 1 это сумма можно сойти так что еще хотела сказать а по поводу того что там я тоже в декрете тоже вижу вижу вас очень много реально кто меня смотрит что тоже сидите с детьми здесь понятие вышла замуж повезло это шо я в лото забава играла повезло или не повезло нет мы познакомились полюбили друг друга и поженились вот так люди вообще-то сходятся что значит повезло он что стоял на аукционе короче я его выиграла было еще двадцать четыре претендента а вот повезло мне одной или у других женщин тоже типа белья а им повезло а тебе не повезло а вот а вот кому-то не повезло ну чё ж ты с ним живешь если он такой плохой убей не понимаю вот у меня есть знакомые вот вафлят своих мужиков на чем свет стоит я задаю один единственный вопрос зачем же ты с ним живешь и у каждой есть каждый плюс одно и нравится в одном другое нравится в другом а третье нравится в третьем и вот этот плюс который им больше всего и нравится поэтому они вместе есть и минус есть и плюс как принципе у всех ну что я вас люблю целую встречимся очень скоро пока